Ребят, я в шоке! Я просто в шоке! Сейчас происходит что-то просто супер нереальное! И все, буквально весь мир помешались на этом новом сериале Скибиди, этой Скибиди-вселенной! Этот Дафук Бум, он сворил что-то просто супер нереальное! Представляете? Эти Титаны, Камермен Титаны, Джимены, всякие Спикермены, Скибиди-туалеты, и еще много-много всего, просто буквально поработили всю нашу Землю! И сегодня мы хотим подробно, наконец, со всем этим разобраться! И начнем мы с Титана! Это был вторник, 31 октября! Я проснулся раньше обычного, и сразу пошел умываться! Я уже взрослый, студент первого курса, не какой-то там ребенок-школьник, поэтому пора брать жизнь в свои руки! Теперь мой девиз это развитие! Пойду, батя, об этом расскажу, вот он обрадуется! Зайдя в комнату отца, я обнаружил, что она пустая! Ну понятно, в зале уже сидит, чай пьет! Бать, я тебе сейчас такое расскажу! Не понял, и здесь нет, и на балконе пусто! А, ну конечно! В кабинете в своем засел и ничего не слышит! Вот дела! С утра пораньше ушел куда-то и даже ничего не сказал! Странно, совсем не похоже на него! Так, время 9! Еще 40 минут до учебы! Успею вкусного кофейку попить! Я приготовил кофе, стал получать от него истинное наслаждение на балконе! Как же я обожаю этот вид! Прям сразу жить хочется! Вчера еще первый снег выпал! Скоро еще красивее будет! С этими мыслями я посмотрел на часы! Блин, универ! Вот как можно было целых полчаса на кофе потратить? Теперь сломя голову, бежать нужно! О, записка! Нашел, батя, куда положить! Сынок, я уехал по работе в командировку! Буду завтра! Смотри в школу, не опоздай! Типец! Прям как будто будущее видит! Фига себе, ты носишься! Чуть меня прям не шипит! Ты куда так летишь-то? Да я в универ, как всегда, опаздываю! А ты в гости? Слушай, я, если честно, хотел тебе пару вопросов-ка задать! По поводу вот этих, скибики вселенной! Ты понимаешь, он у меня и шаришь же, да? Вот, и может быть, все это дело еще и на камеру заснять! А вот, а ты, если в универ идешь, то, наверное, иди, что тебе прогуливать-то, да? И потом уже с тобой пообщаемся! А, ну, вообще, да! Ну, раз уж я на пару опоздал все равно, да и батя до завтра уехал, какой у тебя вопрос? Слушай, короче, сейчас мега популярна эта вот тема про скибики вселенной! И всякие туалеты, джиммены, титаны! Я бы хотел очень подробно в этой теме разобраться и, может быть, все это снять на камеру! Супер! Классная идея! Погнали! Мы с Денисом прошли в зал, я начал рассказывать про скибики вселенную и все, что мне было известно! После, уже за компом, мы стали пересматривать последние серии! Говорят, что все эти туалеты и даже титаны могут явиться на нашу землю и захватить ее! Слушай, ну, все это уже как-то из-за взряда больше фантастики и не более! Ой, я знаю! Есть идея! Какая? Выкладывай! Сначала нужно сделать один звонок! Я быстро набрал другу! Он также быстро ответил! Да, Дэн, чего? Миш, ты мне срочно нужен! Это касается скибики вселенной! А что, серия новая вышла? Нет, но очень нужны пояснения к старым! А то у нас же эксперт в этом! Ой, нет, Дэн, извини! У меня сейчас дело важное! Мама меня за пельменями в магазин послала! Да уж, против пельменей я бессилен! Это и мое любимое блюдо! Ну, что там? Сейчас, Денис, подожди! Еще один звонок нужен! Я набрал Ленке! Ее телефон вообще оказался выключен! Да уж, вот невезуха! Два из двух экспертов не могут мне помочь! Ладно, Денис, пока ждем, когда Ленка на связь выйдет! Она очень хорошо в скибиде разбирается! Мы стали смотреть 65-ю и 66-ю серию, стараясь подмечать все нюансы! Да уж, 65-я серия реально стала самой большой ловушкой в сериале! Мы перерыли все, что могли из имеющихся на ютубе материалов! Стали даже смотреть шорты с канала дофукбума! Слушай, вот интересно! В длинном ролике, в обычном, над рекламным щитом, вернее, на нем, а над ангаром там ничего не написано! А вот в шортах есть надпись! Да ладно! Нифига, Денис, ты внимательный! И там написано «real treat», что в переводе с английского «реальная угроза»! Во, Ленка объявилась! Она-то нам точно сможет помочь! Алло! А ты что звонил-то? А, слушай, срочно нужна твоя помощь! По поводу скибиде туалетов! Мы с Денисом стали разбираться и нашли очень интересную деталь в прошлой серии! А вы сможете забрать меня? Сможем ее забрать! Да, конечно, надо, давай! Скинь адрес, сейчас подъедем! Мы с Денисом стали собираться! Все-таки прикольный мир придумал дофукбум! Интересно и одновременно страшно было бы, если бы эти монстры в нашем мире появились! И все-таки я бы хотел увидеть вживую камермен Титана! Он такой мощный, красивый и сильный! Слушай, ну я думаю, если бы он вживую был на нашей земле, то я думаю, его и противники скибидисты тоже бы там были! А это было бы совсем нехорошо! Мы с Денисом спустились вниз на лифте, вышли из дома! Соти! Соти, ребят! Остановитесь, вы должны нам помочь! Что у вас случилось? Туалеты, унитазы, они двигаются! Спасите нас, пожалуйста! Ты, Мажор, у тебя есть тачка? Понятно, Белочка, походу! Я машину греть, подходи! Сам ты, Белочка, ничего не понимаешь! Нам всем хана! Это хоть пацан его поразуми, а? Помогите нам! Да что с ними говорить, Игорь! Побежали, мужиков адекватного найдем! Постойте, ребят, вы можете нормально объяснить, что случилось? Это я вот и говорю! И то я такой засветал, и дальше по району гуляем, смотрю, как будто, знаешь, унитаз плывет! А из него прям голова как будто человече торчит и смотрит на меня! Все правду говорит! Сама все видела! Если бы не видела... Туалеты, унитазы! Они двигаются! Смотри, а я тебе что говорил? Они уже повсюду! Спасите нас, пожалуйста! Это, ребят, я пойду! Постараюсь сделать, что смогу! С этими словами я быстро побежал к машине Дениса! Что за бред? Не могут сразу три человека белку словить! И главное, что всем мерещится одно и то же! Ну что там, отстали? Ну как сказать, Денис! Мне кажется, что не такой уж и бред, они говорят! Чего? Ты туда же! Просто пока тебя не было, еще люди подбегали и говорили все то же самое! Туалеты, унитазы! Не может же у всех разом помутнение случиться! Скажи, тебе унитазы мерещатся? Мне нет! Вот и мне нет! Значит, это все фигня! Поехали! Дальше мы с Денисом ехали молча! Он в своих мыслях о блогерстве! Или о чем там ютуберы постоянно думают! А я о странных обстоятельствах, связанных со СКИБДИ! Эта вселенная хайпует уже не только в интернете! Скоро и в реальной жизни начнет! Пока я был занят размышлениями, даже не заметил, как машина остановилась и к нам присоединилась Ленка! Ну что, какие у вас новости, ребят? Удалось что-нибудь узнать? Короче, на рекламном щите над ангаром надпись RealTreat, что в переводе на человеческий означает реальная угроза! Подождите, но в последней серии не было никакой надписи? Вот именно, что в последней полной версии этого не было! А вот именно в шорт, в короткой версии, была надпись! Теперь осталось только понять, что оно означает! Но сначала нужно понять, кому адресовано это послание! Если бы оно было для СКИБДИСТов, там была бы какая-нибудь угроза, например, возвращение Титана Тивимена! Вот, логично! Значит, послание для агентов! Но какая именно угроза может быть учитывать? Ну что, давайте мне такое предложение! Сейчас просто доедем обратно до большого экрана компьютера, и там все уже разузнаем! Ребят, и снова мне нужна всего лишь одна минута вашего внимания! Речь пойдет о нашем РТУБ-канале Денис Бубнов, который с галочкой! Там у нас очень часто сейчас выходят ролики в формате, короче говоря, от первого лица! Которые мы с вами все так сильно любим! Поэтому, если ты фанат нашего творчества, то переходи по ссылочке в описании! Подписывайся и смотри море нового контента, который ты так сильно любишь! Прям первой строчкой в описании! Переходи! Ну а мы продолжаем! Через примерно минут 10 мы с ребятами уже снова забегали ко мне в квартиру! Денис включил комп, мы стали тщательно пересматривать последнюю серию, останавливаясь на каждом кадре! А может, это новый Титан СКИБДИ Туалет? Его вполне же мог разработать СКИБДИ Ученый! А это вполне логично, ведь в сериале давно не было новых значимых персонажей, ну именно среди СКИБДИстов! Ну да, если не считать большого СКИБДИ Ученого! Но он больше их лидер, чем воин! Ну и получается, что они могли сделать большого нового СКИБДИ Титана, который будет сильнее вместе взятых и Джимена, ээээ... и Ученого СКИБДИста! А может это и угроза будет и сам Джимен? Он ведь был фейком в 65-й серии! Да, и где оригинал, и какие у него на самом деле планы, пока загадка. Слушайте, а у меня ещё есть идея крутая. Посмотрите, а может быть вообще вот этой вот фотографии на этом планшете, это всё фейк, её вообще не было. В смысле? Аргументируй. Ну потому что, помните, учёный из 65-й серии, он прилетел, телепортировался сразу в 66-ю серию. Получается, можно сделать вывод, что эти две серии, они шли как бы одновременно. А если это так, то фото на планшете в начале серии появляется ещё до того момента, когда началась битва Джимена и Титанов. Фейкового Джимена. Ну да. Точно, а Скибиди учёный в 66-й серии появился уже после того, как мы увидели его фото на планшете. Получается, что Титаны, они никак не могли быть мертвы на момент появления этого Скибиди учёного в 66-й серии. Вот это мы гении, конечно. Такую загадку разгадали. Слушай, ну ещё пока не разгадались, это лишь одна из теорий. Постойте, но если события двух последних серий происходят одновременно, почему в 66-й серии ночь, а в 65-й серии день? А вот это, кстати, интересное замечание. Оно всю теорию Дэна разбивает. Ну да, походу, реальный косяк. Мы все вместе замолчали и стали думать. В эту тишину мне не пришло ничего большего, чем набрать Мишки. Я всё рассказал другу, и он ответил. Всё правильно, Дэн. Денис-то гений. События реально могут идти одновременно. А почему же тогда в одной серии день, а в другой ночь? Элементарно, Ватсон. События с Кибиди-вселенной, они разворачиваются по всему миру. То есть, в 65-й и 66-й серии, они могут вообще в разных странах, или даже в разных континентах. Ну что там? Мишка говорит, что Денис прав. Получается, его теория верна. А если она верна, и кот на планшете фейк, то получается, что титаны живы? Вот это мы, конечно, круто посидели. Ну да, прикольно, мы смогли такую тему разгадать. Слушайте, это реально достойно отдельного ролика на Ютубе. Тема хайповая много просмотров наберёт. Ты кого-то ждёшь? Да нет, батя в командировке. Может, Мишка? Я пошёл в коридор, открыл дверь. Смешные новости! Вы даже и представить себе не можете, что случилось! Да? Вы будете просто в шоке! Что, на вас опять унитазы напали? Да не напали они, а просто мимо проходили. И с ними такой один огромный, с большими пушками. И это самое главное, самое главное. Да погодите, не мешай, я ей рассказываю. В общем, самое главное, они там всё время что-то бормотали. Всё понятно. Закрывай дверь, пойдём дальше разбираться. Ну идите, разбирайтесь. Там в 67-ой серии много нового произошло. Пошли. Чего? В 67-ой серии он сказал? Но она же ещё не вышла. Ой, да кого ты слушаешь? Пошли. Мы вернулись в комнату. Пипец, что у него в голове, у этих бомжей? Вот какие-то, какая-то 67-я серия вышла. Какой-то бред о Негороде. Откуда они всю эту информацию-то берут? Стоп, смотрите. Реально 67-я серия. Первая часть только что буквально вышла. Чего? Реально? Мы начали с упоением смотреть новую 67-ю серию, которая только что вышла. Ну сейчас-то мы всё узнаем. Интересно, чья теория верна? В начале новой сферы мы едем на бронемашине. Наш водитель обычный камерамэн. Ох, какая же ужасная битва здесь была. Повсюду горы сломанных туалетов и агентов, лежащих на земле. А ещё всё в огне. Это значит, что битва была совсем недавно. Да, и в этот раз мы смотрим на всё именно из глаз большого камерамэна. Ну да, обычные маленькие камерамэны базуки не используют. Пипец, в полицейский туалет водителя нашего попал. Ну ему быстро должок вернул наш напарник. Ого, смотрите, это там что ещё за мутант? Он расправился с нашим другом. Это Скибиди мафиотик из 28-й серии. Я его сразу узнала по его шапке. Ага, только он такой здоровый стал и с новым оружием. А, смотрите, титаны, они выжили. Ура, они живы. И даже боеспособны. Выходит, ты был прав, Денис. Твоя теория верна. А, стоп, стоп, ребят, эмоции потом. Давайте смотреть дальше. Тут нашего хотят титана пилой порезать большой. Ну ему очень легко камерамэн Титан показал, что здесь батя. Ого, по-моему, у нашего Титана теперь две руки. Да, и ещё с более страшным оружием. Далее был небольшой бой со Скибиди мафиозником, который быстро закончил одним метким выстрелом с Пикермен. И далее явился он, огромный новый монстр Скибиди. Почуметь, это что за чудо такое? Сегодня первый день нашей охоты на нового монстра. Я не знаю, откуда он взялся и почему именно мне управление постоянно поручает эти миссии. Мне в помощника дали младшего научного сотрудника нашей организации. Он будет мне помогать и всё фиксировать на камеру. Пока его имя засекречено, но вскоре вы всё узнаете. И, кстати, сам себя я тоже буду снимать на экшн-камеру. Вот эту. Эти материалы очень ценные. И если одна камера будет утеряна, то останется вторая. Вот посмотрите, какая погода. Ты покажи, покажи, сними. Люди даже в своём дворе застревают. Сугробов намело просто ужас. А мы должны в это время ехать и что-то делать. Сейчас все дома сидят, Новый год отмечают, к Рождеству готовятся. А ты посмотри, посмотри на меня. Какие волосы ты видишь? Тёмные русы? Правильно, они не рыжие. А почему я, как самый рыжий, должен всё делать, за всех отвечать? Мотыль, приём. Это база, ответьте. Повторяю, мотыль, приём. Это база. Для вас срочное сообщение. База, приём. Это мотыль. Кто мне такое позывное придумал? Ребят, это смешно же. Нельзя нормально, что ли, было придумать? Здесь вам ни магазин, ни рынок, мотыль. Готовы слушать Новый воздух? Да, давайте. Вам нужно взять себе в команду на экспедицию третьего человека. Живёт на улице Милиция. Заодно поснимает вас. Как поняли, приём. Это то, о ком я думаю? Приём. Да, именно этот пацан. Сейчас начнутся проблемы со связью, мотыль. Мы в тоннель выезжаем. Давай, счастливы охоты. Кажется, я знаю, почему меня выбрали. Я знаю, пацана. Я сидел на кухне и разглядывал еду, которую недавно купил себе на обед. Ну, с этой всё понятно. Мясо томлёное с гречневой кашей. А вот это какая-то странная. Рис с курицей и овощами. Упаковка прикольная. Сделана как будто для солдат в походе. Интересно, она съедобная вообще? Я открыл упаковочки. Поставил их в микроволновку. Стал ждать. Через полторы минуты необычная еда уже стояла у меня на столе. Ммм, вкусно пахнет. О, горошек ещё возьму. Ну, момент истины. Я аккуратно зачерпнул вилкой кашки. Приготовился попробовать. Блин, вы серьёзно? Перед самым вкусным моментом. Ну, кого там ещё принесло? Привет, пацан. Как видишь, у нас мало времени. Собирайся. А, здрасте. Да я уже понял, судя по камерам. Опять чего-то с монстрами. Да, не дави на больное. Тут вообще полный трэш творится. В общем, быстрее одевайся, у нас времени совсем нет. Да-да, сейчас. Я по-быстрому побежал на кухню. Начал как можно быстрее уничтожать рис с курицей. Ну ты чего там делаешь-то? Сколько тебя ждать? Да, сейчас-сейчас. Кашу с мясом доем и еду. Какую кашу? Ты прикалываешься? Реально есть сил. Хо. Каша армейская. Дай-ка попробую. Через две минуты мы с Денисом доели мою еду. Я отелся, мы вышли на улицу. Да уж, погода здесь, конечно. Снегу навалило пипец. Хорошо мы на джипе. Иначе точно бы застряли. Вот, пацан, бери камеру, будешь снимать. У тебя в этом побольше опыта. А куда мы поедем? Чего с заданием у нас? Червь-пожиратель. Раньше обитал только в пустынях Монголии. Сейчас был замечен, прикинь, и в наших краях. Ого, червь-пожиратель. Звучит опасно. А что нам про него известно? Огромные размеры. Нереальная физическая сила. Нападает на людей. Стандартный набор. Да уж, если бы мне кто-то раньше рассказал про такой стандартный набор, я бы, наверное, прямо тут в штаны наделал. А сейчас вроде ничего, держусь. Хотя страшно, конечно, пипец. Сейчас едем к месту, который описывал человек, утверждающий, что видел гигантского червя. Ты думаешь, это не вымысел? Он реально его видел? Вот мне тоже в это слабо верится. Как он тогда жив остался? Ну, может, он не на всех нападает. А может, сыт был. А может, он вообще неадекватный, и ему место в дурке. Я больше за последний вариант. Наша работа простая. Нам сказали проверить, мы проверяем. А вымысел, это или нет, это дело десятое. Главное, уйти оттуда живыми. Мы еще где-то минут 20 ехали по лесной дороге. Вскоре Денис остановился. Все, на машине, как видите, дальше не получится. Здесь везде снега по колено. Дальше пошли пешком. Только аккуратнее. Камеру с собой беру. Да уж, пипец здесь намело. А два дня назад почти снега вообще не было. Мы с ребятами стали потихоньку углубляться в лес. Идти было очень сложно из-за снега. Чувство тревоги из-за возможного приближения к огромному червопожирателю становилось все сильнее. И куда меня понесло? Надо было дома оставаться. Сидел бы сейчас в теплой квартире. Страшно-то как становится, ребят. Может, дальше не пойдем? А тогда зачем мы приезжали? Нам нужно какие-то данные доставить в штаб. Ну, может, его и нет вовсе. Может, тот свидетель пьяный был и все выдумал. Значит, все проверим и вернемся домой. Отсутствие информации – это тоже информация. Ребят, смотрите! Там что-то валяется. А вот, кажется, и первая улика. Ты думаешь, тоже что и я? Да ладно вам, ребят. Может, и просто рюкзак выкинули? Ага. Новый походный рюкзак выкинули? Ну, может, нести тяжело стало. И его просто здесь оставили. Потом вернутся. Я очень сомневаюсь, что есть кому за ним возвращаться. С собой его возьмем, передадим на базу. А ведь этот червь может быть сейчас под нами. Может. А еще он резко выскакивает из-под земли и нападает на крупных животных и людей. По крайней мере, так говорится в легенде. Вы что, серьезно? Вы что, молчали-то, ребят? Он что, правда может быть под нами? Тихо ты! Не советую орать. У этой твари может быть отличный слух. Пойдемте отсюда побыстрее. Мы уже все проверили. Нашли улики даже. Ага. Пойдем еще немножко проверим и назад вернемся. Еще не хватало здесь замерзнуть в этом снегу. Пошли. База, прием. Это мотыль. База, прием. Выходите на связь. У нас новая информация. Не ловят? Блин, да что такое-то? Нет связи. Радиосигнал не проходит. Странно, ведь мы недалеко от города. Ну вот, значит самое время вернуться к машине. Там точно есть сигнал. Еще немного пройдем и возвращаемся. Не переживай. У самого уже ноги по этому снегу идти устали. Это если монстры вылезут, мы даже убежать не успеем. Поверь, если монстр вылезет, бежать нам уже будет никуда не нужно. О, смотрите, еще вещи. Бронежилет какой-то. Старый. Таких давно не делают. Ну может он здесь уже давно лежит просто. Ага, еще со времен войны. О, здесь еще каска лежит. Тоже старинная. Целый комплект уже получается. Ребят, говорю вам, пойдемте отсюда. У меня очень плохое предчувствие. Да я сам боюсь, пацан. Но ты сам посуди, какие здесь вещи странные происходят. Связь не работает. Везде военная экипировка валяется. Причем старинная военная. Ладно, брать мы ее с собой конечно не будем. Она тяжелая. Дальше пошли. А что еще известно об этом черве? Про него много легенд. Но основное, что он появляется в пустынях Монголии. Да, и он убивает еще людей на расстоянии. Как это на расстоянии? Как, ядом или электричеством? Вы мне прямо сейчас описываете червя из фильма Дюна. Да, кстати, он очень похож. Судя по нашим данным сидителя. Тихо. Слышали? Нет, а что такое? Какой-то странный звук был. Нечеловеческий какой-то. Может это тот червь? Пошли отсюда, ребят. Не знаю кто это, но мне кажется, лучше не шевелиться. Судя по рассказам о нем, интеллект у него очень на слабом уровне развит. Он может нас просто не заметить. Да, и очень хороший нюх. Блин, точно. Об этом же говорил свидетель и писал в легендах. Ребят, у меня предложение. Давайте не будем дожидаться, пока нас всех сожрут и просто убежим отсюда. Денис как бешеный стал убегать в сторону, откуда мы пришли. Мы с Ленкой бежали сзади, стараясь не отставать. Непонятные звуки не утихали, но я боялся оборачиваться. Я просто бежал. Давайте быстрее. В машине мы должны быть в безопасности. Да, если она, конечно, не размером с автобус. Все, хватит с нас этих червей. Все проверили, пару улик нашли. Уезжаем отсюда. Примерно через полчаса мы уже заходили ко мне в квартиру. На улице уже сильно стемнело. Денис сразу стал вызывать базу и докладывать обо всех уликах, что мы нашли в том странном лесу. Да говорю вам, там в лесу лежала форма, причем второй мировой войны. Мотыль, с тобой все в порядке? Какая вторая мировая? Вы там что, обкрыли что ли все? Да я правда вам говорю. Вас послали проверить гипотезу о появлении нового монстра. А вы какой-то там бронежилет старикой нашли. Все, Мотыль, ты отстроен от службы на ближайший месяц. Подумай над своим поведением. Конец взятия. Да пошли вы, отстранили они меня. За что? Надо отправить им запись с камеры, флешку, пусть извиняются. Денис еще долго ругался на руководителей базы, но вскоре успокоился. Ладно, пацан, тебе в любом случае спасибо за помощь. Хотя, если честно, я так и не понял, зачем именно тебя они просили взять с собой. Все, давай, пока. Ребята ушли, а я опять остался один наедине со своими мыслями. Да уж, тяжелый день был сегодня. А может, это даже начало большой новой истории, как тогда, больше года назад. Это было утро, 3 января. Просто самое лучшее время в жизни. Я проснулся, потянулся, с удовольствием встал с кровати. Круто, моя нога почти прошла, уже могу ходить не хромая. А врачи говорят, через пару недель даже бегать смогу. Не терпится дождаться, когда снова надену свои крутые беговые кроссовочки и пойду на тренировку. Так, чем бы мне сейчас заняться? Я посмотрел на комп, затем на телефон. Иники-беники ели вареники. Телефон, играю на телефоне. Я взял со стола телефон, загрузил Бравл Старс. Но не успел я даже выбрать столкновение, как зазвонил телефон. Мишка, пипец, говорил же не звонить мне во время игры. Алло. Дэн, прикинь, у меня такие новости, такие, ты просто с ума сойдешь, какие. Что случилось, Миш, ты чего такой бешеный? Это не телефонный разговор, Дэн. Сейчас пойду к тебе, все расскажу. Ты будешь просто в шоке. Ага, ты будешь просто в шоке. Как всегда, небось, ерунда какая-то. Ну ладно, подожду его. Тем более, с Бравлом время летит незаметно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, сколько у вас уже бойцов и кубков. И во что вы играете на телефоне, кроме Бравл Старса. А то еще какую-то игру хочу новую. Но не знаю какую, помогите выбрать. Я играл час, два часа, три часа. Ой, что-то же так кушать захотелось. Пойду гляну, чего у меня в холодильнике. Я дошел до кухни, оценил свои запасы еды. Да уж, не густо. Сегодня на завтрак у меня походу будет кофе и банан. Да уж, странное сочетание. Но у меня и утро сегодня необычное. Как проснулся, сразу игра отсел. Мишка еще звонил, чего-то показать идет. Блин, Мишка! Он же звонил три часа назад, где он есть-то? Я быстро побежал в комнату, набрал другу. Странно, телефон работает, но он не берет. Я набрал еще раз. Ситуация повторилась. Может он забыл про меня просто? Да нет, на него не похоже. Тем более он такой взволнованный был. Хотя, а может то, что он не берет трубку, как-то связано с его волнением? В любом случае, надо проверить. Я быстро оделся, выбежал на улицу. Друга нет. Пойду вокруг дома, обойду на всякий случай. Я сделал круг около дома. На обратном пути возле своего подъезда встретил знакомого бомжа. О, может он что знает. Дядя бомж, здрасте. А у меня к вам вопрос. Э, это, я знаю, что ты хочешь спросить. Про этого друга своего придурочного. На такой, в очках и в кепке красной. О, да, про него. А вы откуда знаете? Вы что, его видели? Да, был тут это, часа два назад. Идет такой весь, понял, блатной, взволнованный. А потом, раз, и у него это, телефон звонит. Ну, а дальше что? Куда он делся? А, дальше я не видел. Ко мне это, друзья приехали на Новый год отмечать. С праздником тебя, кстати. Спасибо, дядь бомж. И вас с Новым годом. Друзья к нему приехали. Не могли на пару минут позже подойти. Пипец. Вот и где его теперь искать? Ладно, раз уж я все равно на улицу вышел, пойду в магазин, дойду. Я поладил по карманам, нашел немного денег. Не густо, конечно, но купить перекусить хватит. Через пару минут я уже заходил в ближайший магазин на районе. Йогурт пойду куплю. Сто лет их не пил. Я дошел до отдела с молочкой и резко замер от удивления. Прямо возле меня стоял Мишка и не спеша чего-то выбирал. Сначала я сразу решил подойти к нему и все высказать, но потом успокоился. Так, надо взять себя в руки и проследить за ним. Интересно, куда он пойдет после магазина? Мишка выбрал себе йогурт, расплатился, вышел на улицу. Вроде в сторону моего дома идет. Причем такой деловой совсем не торопится. Интересно, зачем тогда было звонить и говорить мне о чем-то важном и срочном? Может он меня просто пранкануть решил? Я не выдержал и догнал друга. Миш, а ты ничего мне не хочешь объяснить? В смысле? А что такое? Мишка был настолько спокоен, как будто ничего не произошло. Мне очень захотелось ему втащить. Как что такое? Ты мне сам звонил сегодня утром и говорил, что у тебя супер какие-то крутые и нереальные новости. И что ты идешь ко мне. Ну да, вот йогурт купил, теперь иду к тебе. Так прошло уже три часа с нашего разговора. Я в шоке с тебя, Миш. Ты что все это время делал? В смысле? Как три часа? Я же тебе только что звонил перед магазином. Я стал рассказывать Мишке, как звонил ему несколько раз и он не брал трубку. Как его видел бомж Игорь. И как я встретил друга в магазине. Сначала я думал, что Мишка просто угорает надо мной. Но потом понял, что он реально ничего не помнит. Фигня какая-то, Дэн. Я вообще не помню три часа последней своей жизни. Может я с ума сошел? Я стал успокаивать Мишку и повел его в сторону дома. По пути я спросил, что он так хотел мне рассказать. Дэн, давай дома. Тут не буду рассказывать. На улице могут услышать. Через пять минут мы уже были у меня в зале. Я еще раз спросил друга. Короче, рассказываю. Только ты никому, Дэн. Это очень секретная информация. Да понял я уже. Говори. Мой отец работает в SCP фонде. И они сейчас нашли какого-то нового монстра. Да ладно? Твой отец из SCP? Я же тебе говорю, не ори. Ты что рюешь? Сказал никому не рассказывай. И что там за новый монстр? У него кодовое название SCP-096-скромник. Я точно, конечно, не знаю. Но говорят, он бессмертный. Прикинь. Да ладно тебе, Миш. Такого быть не может. Да я тебе говорю. Да, пап. Сынок, а ты где есть? Я у друга дома, пап. Надеюсь, ты никому не говорил о нашем секрете? Нет, пап. Конечно, никому. Да. Тогда достань передатчик в твоем правом кармане. А ты как хотел. Нужно присматривать за тобой. То есть, ты все слышал? Слышал. И сейчас мы с военным SCP приедем за тобой. Все, конец связи. Пипец, Дэн. Сюда мой батя едет. И он все слышал. Да чего ты мне рассказываешь? Я вообще-то рядом стоял. Прикинь, он с военным из SCP фон доедет. Мы с другом стали ждать прихода отца Мишки. Сказать, что мы волновались, ничего не сказать. У нас просто тряслись руки от страха. Пипец, момент истины. Я открыл дверь. В квартиру вошел отец Мишки в белом халате и военный в бронежилете. Сразу попрошу вас, ребят. Все, что будет происходить сегодня в этой квартире, хранилось в строжайшем секрете. Никто не должен узнать ни слова, что будет произнесено здесь. Мы с Мишкой переглянулись. Да, хорошо, мы все поняли. Солдат с врачом прошли в зал. Отец Мишки стал расставлять оборудование. Сейчас мы будем записывать интервью с бойцом SCP. Держи камеру, будешь снимать. Врач включил свет. Мы начали записывать интервью. Военный, представьтесь, пожалуйста. Я солдат. SCP номер 047. У нас нет имен, только номера. Хорошо, 047. Как давно вы в организации? Уже почти 7 лет. С 2015-го. Как раз тот год началась самая заварушка. Каких монстров вы лично видели? Да почти все. Селеноголовый, Лампоголовый, Картун Гэт, Картун Дог. Их всех и не перечислить уже. Но никто. Никто не сравнится с ним. С кем? О ком вы говорите? Это SCP-096. Страшное чудовище. Кодовое имя Скромник. Отпишите вашу первую встречу. Ну, разыскивать объект впервые всегда стрёмно. У тебя никакой информации о том, на что способна эта штука. Ну, кроме той скудной информации, которую наскребли технарии. Нам говорят, хватай и мотай. А о том, что нельзя глядеть на эту чертову тварь, эти мешки с дерьмом не говорят. Погли бы вы описать вашу первую миссию? У нас были два вертолета. Один с моей командой и один резервный, с Альфа-7 и Доктором. Мы заметили цель в двух километрах от нашего маршрута. Я думаю, он нас не увидел, иначе бы разобрался с нами ещё тогда. В вашем рапорте говорится, что SCP-096 не реагировал на холод. Было минус 15. Вообще-то было минус 20. И да, сидел с голой задницей, и не то чтобы трясся. Короче, мы все высадились, подошли к цели. Капрал уже приготовился запаковывать его. И когда-то доктор меня и позвал. Я повернулся, и получается не увидел монстра. Это меня в итоге не спасло. А монстра увидела вся команда, и он увидел их. Тогда скромник пришёл в состояние эмоционального возбуждения. Ну да. В общем, тогда я так и не увидел его лица. Мои ребята увидели, и в итоге расплатились своими шкурами. Могли бы вы описать чуть-чуть подробнее, пожалуйста. Ну да, он начал плакать и рычать на нас. И самое главное, именно по-человечий. Крик был именно человеческий. Жуткое зрелище. Мы открыли по нему огонь, когда он схватил Капрала и вырвал у него ногу. Мы начали поливать его огнём. Стреляли и стреляли без прерыва. А ему хоть бы что. И тогда вы применили гранатомёт АТ-4. Противотанковую пушку. Мы её таскаем с собой с тех пор, как SCP-096 вырвался на свободу. Я видел, как с её помощью цель разрывают, как папиросную бумагу. И то же самое вроде произошло с ним. SCP-096 получил значительные повреждения. Да он даже не тёрнулся. Продолжал разрывать на части мою команду. Но он всё-таки понёс ущерб. Но если и так, то он вообще не подал виду. Понимаете, он должен был разлететься на молекулы. Потерять всю кровь, все кости. Но кажется, его скелет вообще не пострадал. Значит, фактически никаких структурных повреждений. А сколько очередей было выпущено по нему? Да как минимум тысячу. Наш стрелок направлял свой противотанковый пулемёт на него секунд 20. Представляете, 20 грёбанных секунд. А ему хоть бы что. С тем же успехом мы могли поплевать на него. Тогда прибыла Зула-9Б. Да, а мой отряд просто исчез. А Зула-9Б удалось надеть ему на голову в мешок. Мы подгрузили его в вертолёт и привезли сюда. Не знаю как, мне удалось не увидеть его лицо. Может быть, Господь или Будда, кто там ещё, решил, что я должен жить. Мы получили художественную зарисовку ACP-096. Хотите посмотреть на неё? Знаете, после того, как я слышал крики этой твари и вопли моих людей... Это жиреноголовый! Всем отойти от окон! Вы готовитесь к обороне дома! Да уж, вот это попадалово! Во время интервью про одного монстра к нам пришёл другой. Как же достали все эти чудища! Уже полгода прошло, как я впервые встретил монстра. Как сейчас помню этот день. Ну что, ребят, вот и подошёл к концу наш сегодняшний ролик. Как видите, на улице выпал снег у нас, по крайней мере, в Туле. И мы уже почти с новогодним настроением продолжаем для вас делать регулярно контент. Внизу, значит, есть две ссылочки. Одна на Рутуб, одна на Телеграм. По обоим из них можно перейти, подписаться на наши ресурсики и смотреть наши новые ролики, например, на Рутубе. Причём, кроме как на Рутубе, их больше нет нигде. Поэтому, ребятки, теперь наши ролики выходят не в 10.00, а в 15.00. Запомните, это очень важно. А вот, и второй момент, что я вам желаю удачи, здоровья, да пребудет с вами Сила. И всем пока!